Пока столбик термометра за окном устремляется вверх, жители Самары ищут новые способы охладиться. У каждого есть свой лайфхак. Многие переносят жару хорошо, но есть и те, кого такая погода не радует. Если 35, то очень жарко. Вот 41 ощущается вообще очень плохо. Это невыносимо жарко. Ну, можно, но не каждый день, можно два дня в неделю, а остальное желательно, чтобы чуть-чуть жара спала. Потому что даже для здоровья, мне кажется, в возрасте мало кто переносит такую жару. 35 градусов – это что, жара? В Ташкенте не бывали? Вот там – да, а здесь – это ирунда. Ну, мы привычный такой. Климат у нас в Самаре всегда, бывают такие большие переводы. Нормально, привычный. Рарусно, конечно, можно купаться, загорать. В жару специалисты рекомендуют носить легкую светлую одежду из натуральных тканей. И не стоит забывать про головные уборы. В самое жаркое время – днем. Лучше оставаться дома. Но если на улицу все-таки необходимо выйти, тогда нужно пить больше воды и исключить алкоголь. Я хорошо переношу жару. Мне она вообще не напрягает. На работе нас кондиционер спасает. Очень. А дома – сквознячок. Головного убора у меня нету, а вот он нужен обязательно. Очки вот защищает глаза от ультрафиолета. И, конечно, тенечек. Поближе к воде можно. Очень рада, что такая жара наступила. Что есть возможность на пляж съездить, искупаться. Шашлыки съездить, шашлыки пожарить в выходные, с друзьями встретиться. Тем более, в такой достаточно тяжелый год, когда мы все были на самоизоляции, теперь выбраться на природу – это, конечно, большая радость. Синоптики обещают, что жаркие дни продлятся до августа. Правда, с небольшими перерывами. К концу недели немного похолодает до 30-32 градусов. Атлантический циклон принесет кратковременные грозовые дожди. Также в некоторых районах может усилиться ветер. Сейчас он юго-восточный – 5-10 метров в секунду. По словам специалистов, в июле температурный рекорд пока не побили. Июль месяц, макушка лета, собственно говоря, это характерно для этого месяца. Очень высокие температуры. За весь период наблюдения у нас самые высокие температуры были, ну, в общем, 39-40. Это 2010 год. Ну, 1971 год, на вершинах у нас зафиксирована температура 41,9 градуса. То есть практически 42 градуса. И в Кене-Черкасске тоже в этом районе тоже в это время было около 40 градусов. Так что, в общем-то, погреемся называется. Водоемы из-за высоких температур прогрелись и на несколько градусов превысили температурную норму. Например, река Чапаевка до 25 градусов, водохранилище в Тольятти до 24, а в Самаре вода около 21 градуса. Выходные можно провести на пляже, но не забывая о мерах безопасности. Елена Малютина, Константин Головин. События.